Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии Марина Кунавина, основатель школы испанского языка «Астелависта». Здравствуйте, Марин. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Скажите, откуда вообще возникла идея основать целую школу испанского языка в нашем городе? Неужели он так востребован? Спасибо за вопрос, Марина. Я бы отнесла к разряду уже в трепещущих, потому что еще на этапе идеи, когда я делилась этой мыслью со своими родственниками, близкими людьми, друзьями или теми, чьи мнениями было интересно, в ответ я получала удивленный взгляд. Но сначала люди не верили, ждали, что я сейчас скажу «Да». Конечно, на самом деле это будет школа иностранных языков, одним из которых будет испанский, конечно, первый будет английский. Но когда такого ответа они, ожидаемо, его не получали, они скорее уже переходили на этап удивления и спрашивали, неужели он так востребован. А на самом деле получилось так, что набралось большее количество групп, чем я ожидала. И на самом деле очень много причин учить испанский язык. Одна из них – это то, что помимо Испании, на нем говорит еще почти вся Латинская Америка, Средняя Америка. И то, что это язык многих великих писателей, поэтов, возьмем даже наш 20-й век, да, Габриэль Гарсия Маркес. Это множество актеров популярных, это множество спортсменов. Если мы берем футбол, там два таких «Титана», две команды футбольные. Я, конечно, не фанат, но я об этом наслышана. Это дополнительный стимул изучать. Да, да. Просто, знаете, две, наверное, вещи, которые меня вдушевляют в преподавании испанского языка, в отличие от английского. Английский у меня первый, иностранный. Это то, что когда люди приходят, я вижу и горящие глаза. Люди приходят с мотивацией, я так давно хотел учить испанский, но не знал, где, или я начинал сам, но быстро перегорал. С английским редко такое бывает. В основном люди приходят и говорят, вот мне нужно для работы, вот мне нужно для ЕГЭ, вот мне нужно для школы, и так далее, и тому подобное. Поэтому мотивация людей, она и меня заряжает, и результаты быстрые дает. Поэтому здесь эффект гораздо быстрее достигается, виден результат. Для того, чтобы основать школу, во-первых, нужно проникнуться к какой-то неземной любовью. Я уже вижу, что, да, энтузиазм велик, и очень много причин перечислено, по которым стоит любить испанский язык. У вас самой откуда началось вот это увлечение, может быть, как испанский язык стал делом целой жизни? Здесь два момента. Первый – это, наверное, люди моего поколения, в основном девушки, в своем детстве смотрели сериал «Дикий ангел». Я помню тот момент, когда мне было, наверное, всего лишь 11 или 12, и я помню, как я ревела, уговаривала маму поехать со мной в Буэнос-Айрес. Ну, конечно, это не является причиной, это я просто воспоминания с детства такое яркое привела. Дело в том, что причин, как я уже сказала, учить испанский много, и одна из них – это целый пласт культуры латиноамериканской, потому что, как ни странно, больше количества испаноговорящих в Мексике, то есть от Латинской Америки. В общем, наш преподаватель Херман, он привел нам такую любовь, что мы заговорили, не знаю, мне кажется, на второе занятие уже, мы уже что-то могли складывать, какие-то мысли внятные. И потом все последующие годы к нам приезжал тоже носитель языка, то с Барселоны, то с Валенсии. И вот спустя первые 9 месяцев мы с друзьями поехали в Испанию на курсы обучающие на месяц. Для того, чтобы погрузиться в языковую среду? Да, да, да. И как впечатление, это была первая поездка в Испанию? Да, это была первая поездка в Испанию, первая поездка вообще за границу, и вообще тогда поняли, что это точно был правильный выбор, все поглотило, затянуло. И особенно вот это то, что я говорю, вау-эффект, когда ты понимаешь, что тебя поняли, что ты понял то, что сказали тебе, конечно, были такие нюансы, но они всегда есть в языке, который ты переспрашиваешь, что ты недопонял, но это здорово, что ты можешь объясниться другими словами. И, в общем, испанский язык и люди сами, которые расположены к общению, у испанцев есть такая черта, что они, встречая незнакомца на улице, не спросят его имя, но вступят с ним в диалог. Могут рассказывать вообще всю свою жизнь, все, что там у них происходит, все, что их тревожит, попрощаться и вот больше никогда не встретятся, но они вот открыты к общению, то есть абсолютно без каких-то вот барьеров, и поэтому это действительно располагает к общению и к изучению, соответственно. Но это была первая, но не последняя поездка в Испанию, когда еще бывали там, проникались атмосферы и погружались в среду языковую. Да, действительно, на пятом курсе мы с подругой смогли попасть в программу обмена. На семестр мы ездили туда на стажировку, на обучение, в тот же самый институт, где мы были, получается, год назад. Там нам удалось уже окунуться в среду. Знаете, вот как говорят, что чтобы сложилось впечатление о стране, мало туда поехать туристом, потому что когда ездишь туристом, везде все хорошо, везде и жильеха хорошее, и питание, ну если повезло, да, ты ни о чем не думаешь, а там, конечно, приходилось и учиться, и налаживать какие-то связи, моменты такие были, как мы пытались интернет установить. Дело в том, что в Испании, ну, по крайней мере, в маленьких городах после двух часов практически ничего не работает. Так называемые сиесты, когда все уходят на обед, то, что у нас называется, и больше не выходят работать. Ну, это такая часть культуры, менталитет. Да, да, да. И мы учились до двух, когда мы приезжали, мы уже не могли никуда попасть. Ну, в общем, прикоснулись к культуре, можно сказать, изнутри, это было очень здорово. И что меня еще порадовало, ну, я думаю, что это у всех, наверное, бывает, кто ездит за границу на какой-то долгий период, потом приезжаешь и смотришь по-другому на свою страну, начинаешь намечать наши нюансы, наши отличительные особенности, по-новому в них влюбляешься. Вот, это очень здорово. В этом плане тоже. Основание школы испанского языка – это новый виток вообще в развитии вас и как носителей языка, и какие планы дальнейшие? Вы знаете, вот я как отметила, что мои ожидания более чем ожидались, даже план перевыполнен. Я сейчас подумываю о расширении, потому что желающих столько, что я, к сожалению, не могу всех запросов удовлетворить. Почему вообще еще возникла идея создать школу? Потому что в тех местах, где я работала, преподавала испанский, набор был раз в год. То есть потом люди уже не могли присоединиться. Плюс я сейчас сделала так, чтобы группы были не более шести человек, потому что так практичнее, полезнее. Вот. И сейчас уже подумала о том, чтобы расширяться, то есть брать кого-то, работников каких-то. То есть у меня есть группа моих знакомых, тоже кто со мной оканчивал, кто после оканчивал. И, скорее всего, вот следующий виток будет это развитие в плане расширения и в плане создания своей программы. У меня есть идея напечатать методическое пособие и, возможно, дальше выход в другие регионы через создание онлайн-курсов, потому что многие люди не могут, как я поняла, не могут присутствовать на занятиях, потому что после работы кто-то устает очень сильно. И кому-то было бы удобнее это делать онлайн. Ну и, допустим, раз в неделю или пару раз в месяц приходить, допустим, для практики какой-то. То есть такое дистанционное немножечко обучение. Да, да, да. И нам повезло в плане того, что в Рязани есть несколько носителей языка, как я уже сказала, и они очень рады общению. Да, да, да. Они очень рады обмену такому культурному, потому что девушка, например, с Эквадора, Тамара моя, подруга теперь уже, она сказала, что год обучаясь здесь, в мединституте, она даже ни разу не встретила людей, которые говорят по-испански. То есть она не знала, что здесь у нас вообще этот язык тоже как-то продвигается. И поэтому, мне кажется, вот эти точки, соприкосновения друг к другу так хорошо, как пазлы сошлись. Поэтому, мне кажется, я выбрала правильное направление. Марина, ну и для того, чтобы наши телезрители услышали, как красиво звучит испанский язык, может быть, вы нам что-то исполните или расскажете стихотворение, песню. Попробую сделать небольшой попури. Я из тех людей, кто любит петь, но не очень умеет, поэтому прошу строго не судить. Попробую сделать небольшой попури из популярных песен. Попробую. Ты всегда не отвечаешь, может, может, может. Довольно знакомы, я думаю, всем нашим телезрителям мелодии. Слова тоже непонятные, потому что на испанском, но хорошо знакомые. Как угадай мелодию, действительно. Потому что среди песен тоже очень много популярного, что помогает людям мотивироваться. Это очень экспрессивно, потому что темпераментный язык, так же, как и все его носители. Спасибо, Марина, что пришли к нам в гости. Мы пожелаем вам творческих успехов и расширения деятельности, больше учеников и соприкосновений с другими народами и так далее. Спасибо. Спасибо, приходите к нам еще. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова